Дорогие друзья, это же так приятно выйти за границы реальности. Было ли у вас такое ощущение, что вы встречаете некий образ, который вас зовет в некое любопытное путешествие? За что я люблю формат ТЭП? За то, что это о личных историях. И с вами я хочу поделиться историями, которые затронули глубоко меня, влияли как на мою жизнь, так и на мой выбор профессии. И не стоит забывать, что когда мы говорим о науке, науку делают люди. Кто сказал «атом» впервые? Давайте вообще вспомним, откуда все начинается. Все начинается с того, что мы с вами просто наблюдаем окружающую природу. И пытаемся понять свою роль в этом мире. Подумайте о таких вещах, как пустота или ноль. Это такие важные концепции, без которых невозможно современное исследование. Но можно ли встретить ноль в природе, если мы не создаем такую машину, как Абак, и не размещаем шарики определенным образом? Можем ли мы понять, что такое пустота, если мы не говорим о кармане, или мы узнаем новые исследования о том, что даже вакуум не такой простой, как кажется, что даже там есть виртуальные частицы. А конкретно сейчас вас пронизывают космические нейтрино, вай-фай, волны, и мы с вами живем в потоке информации. Помните фильм «Пятый элемент»? Я думаю, что многим он очень знаком. Такая хорошая история, которая иллюстрирует о том, что мы все хотим все разложить на какие-то простые элементы, какие-то фундаментальные кирпичики, чтобы работать с информацией. Когда-то все было очень просто. Древние греки верили в атом земли, атом воды, атом воздуха, атом огня. И эфир, как некую среду, через которую происходит взаимодействие. Представьте себе, что когда у вас еще нет колеса, уметь отличать квадрат от круга — это отличное преимущество перед вашими соседями. А законы физики так удивительны, что мы сначала учимся бросать камень или мы видим волчок, прежде чем понимаем, что есть момент импульса. То есть создание неких машин позволяет нам открывать законы. Разве это не удивительно? Человек задумывался о мышлении. Человека интересовал не только окружающий мир, но и он сам. Первые рисунки мозга можно наблюдать и в зарисовках у Леонардо да Винчи. Естественно, тогда было все просто. Есть замечательная картина Микеланджело — создание Адама, в котором зашифрована картина человеческого мозга. Вы, наверное, среди вас много медиков, и вы знаете, какие зоны за что отвечают. Наше мышление. Мы, не задумываясь об этом, а наше поколение очень любит рефлексировать. Трудно понять окружающий мир. Есть замечательный мультфильм, который называется «Головоломка». Его любят психологи всего мира, и он отнюдь не детский, который показывает нам путешествие героев в зону абстрактного мышления, когда одни свойства предметов оказываются более важными, чем другие. И мы видим реальность, немножко видоизмененной в этой абстракции. На первой картинке вы видите мир здорового человека, а на второй — мир ученого. Поэты, художники, они метафорически вглядываются в окружающий мир, смотрят, как одно соотносится другим на уровне метафор. Звуки, цвета, формы. Ученые, они же копают дальше. Нужно установить количественные соотношения. Вот именно этим отличается физика алиментарных частиц от буддизма. Примерно 14 миллиардов лет назад огромная раскаленная пылинка стала нашей Вселенной. Возникновение жизни в мире — это потрясающий феномен. Представьте себе, как в фильме «Гаттака» когда-то каждый атом нашего тела был звездой. И удивительно, что мы оказались в мире, в котором есть такие понятия, как масса и заряд. Масса — это очень понятная аналогия для каждого из вас. Вы все понимаете, что килограмм мороженого на вашей кухне — это хорошо, а килограмм снега на вашем лобовом стекле — это не очень. Нам понятен электрический заряд, понятно, что такое твердое и мягкое. И мы привыкаем к технологиям, как будто они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно человеческая изобретательность позволяет двигаться к новому восприятию реальности и к новым формам, которых еще не существовало в жизни, пока человек не начал моделировать будущее. Классическая физика — это то, что мы знаем из курса в школе, в университете. Но то, что нас окружает, — это сложный квантовый мир. Рольф Ландауэр из IBM говорил о том, что все на свете квантово-механическое, даже карандаши в ваших руках. Это сложно представить. Сложно представить мир атомов, потому что мы с вами живем в таком хорошем метровом диапазоне. И обычно мы не поднимаемся выше 100 километров, если не покоряем горы или не забираемся на небоскреб, чтобы оглядеть пространство вокруг нас. Представьте себе такие аналогии, очень понятные из природы. Это волны и частицы. Волны мы с вами видим на воде. Волны мы с вами чувствуем, когда находимся на концерте, и мембрана динамиков вибрирует, и мы просто физически ощущаем, что это реально. С частицами тоже все просто. Яблоко падает на голову Ньютону. Яблоко можно разместить на простыне и увидеть искривление пространства и времени, как в фильме про Эдингтона и Эйнштейна. Но на самом деле, если мы с вами улетим подальше от Земли, то мы увидим, что даже Земля не имеет идеального формы сферы. Мы с вами живем в очень сложном мире, в котором помимо энергии и массы, а энергия нам тоже понятна. Сейчас сколько у вас энергии после прошедшего мероприятия. Мы живем с вами в мире, где фундаментальной концепцией также является информация. Информация, которая находится в ваших атомах, информация, которая находится в чашке, которую вы создаете. Потому что мы знаем прекрасно, что мы можем создать автомобиль, и именно то, что мы в него вкладываем, его отличает от чего-то другого. Почему есть автомобиль Бугатти, и столько-то килограмм автомобиля Бугатти не равно килограмму железа, из которого он сделал. Именно информация придает значение. Но удивительно, что информация зародилась из физики и стала концепцией, которая проникла во все науки. И для нее неважны масштабы, от микромасштабов атомов до масштабов космоса. И сейчас мы должны снова приопределить ее, чтобы заговорить с вами на одном языке. Столкновение ядер, столкновение галактик, то, что мы учимся моделировать при помощи физических методов. Ведь все, что мы с вами видим, это только 4% Вселенной. И существуют биологические ограничения для того, чтобы мы могли представить что-то большее, если мы не используем нейроинтерфейсы, если мы не используем компьютеры. До сих пор есть открытые страницы в науке. И у нас есть новые оптические системы. Мы создаем квантовые компьютеры, которые однажды могут заменить нам в очень сложные расчеты, потому что мы используем само свойство природы вычислять саму себя. Однако же у нас остаются пробелы в кубе физических теорий. И мы увлеченно продолжаем их искать, следуя за белым квантовым кроликом. Ведь сейчас эпоха того, что человек пытается приручить свет. Приручить свет в оптических схемах. Приручить свет, чтобы глубже понять природу самой Вселенной. Природу нашего мозга, нашего мышления, нашего взаимодействия с друг другом. Посмотрите на электромагнитную шкалу, и вы увидите, сколько занимает видимый диапазон. Фундаментальная наука гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Мы пропускаем через себя рентгеновские волны, чтобы увидеть свои кости. Мы ложимся в аппарат МРТ, чтобы осветить наши мягкие ткани и увидеть благодаря фундаментальной физике и магнитному полю, которое в 10 тысяч раз приблизительно сильнее магнитного поля Земли. Мы в ПЭТе, в этой технологии, видим наш мозг. Для этого нам нужно выпить стаканчик антивещества, которые приготовили специально для вас. И если вы опаздываете на ПЭТ через полтора часа, это вещество уже не будет действовать. Оно просто аннигилирует. Думали ли вы о том, что в вашем мозге происходит аннигиляция? Это гораздо безопаснее, чем какие-то другие методы типа излучения. Что же нам нужно знать о современном мире, чтобы жить более качественно, чтобы жить интереснее? И какие следующие шаги междисциплинарных исследований нас ждут? Ричард Фейман в 60-х годах, когда у нас появлялись первые лазеры, первые компьютеры, говорил о том, что неминуемо, и не он один говорил, что неминуемо окажется, что столкнутся границы между различными науками. Сейчас мы это видим на практике. У нас есть вычислительная биология, у нас есть биофизика, ученые работают бок о бок в коллективах, и даже Нобелевские премии получают не отдельные личности, а целые команды людей, которые делятся с друг другом опытом иногда в разных точках земного шара. Именно это один из моментов разрушения наук, нарушения границ наук. Что же нас ждет дальше? В 1994 году стало легитимизировано снова в науке изучение сознания. Это краеугольный камень, который нас очень волнует и вызывает в нас эмоции. Другая книга, помимо Алисы в «Квантовой стране чудес», Алисы Кэрролла, которую мне посоветовали в 12 лет, была книга «Новый ум короля». Ее читал отец моей однокурсницы, программист и математик. Тогда она не была мне понятна, но сейчас я вижу ее в свете новых экспериментов по передаче информации, квантовой телепортации и новых открытий. Открытий, связанных с гравитационными волнами, которые поймали на Лига. и установками микрорезонаторов, которые также используют те же волновые законы, но в микромасштабах, то есть на масштабах толщиной с ваш волос. В этой книге впервые рассматривается теория хаоса, работа сознания, мышления, компьютеры и идея об искусственном интеллекте. Мы всегда думали, что наши эмоции — это просто какая-то надстройка, которую мы можем сверху сделать в логическую машину. Так ли это? Это вызвало бурные дискуссии среди множества экспертов. И с 1994 года в Тусоне уже 20 лет собираются физики, нейробиологи, математики, специалисты по искусственному интеллекту, философы. И мы с вами должны рассуждать на эту тему. Мы с вами понимаем, что есть понятные инженерные задачи в той же квантовой компьютерной технике. Но настоящая наука, она там, где есть что-то непонятое, там, где мы сгоняемся за этим белым квантовым кроликом и не боимся каких-то неудач, потому что только эксперимент может сказать нам что-то о реальности. Посмотрите, очень интересная визуализация мозга и процессов мозга. Сейчас просто вглядитесь в нее и подумайте о том, что ученый физик отличается от любого другого ученого, что он наблюдает за природой и может записать ее количественными соотношениями, уравнениями. Это особый язык. Но когда у нас стираются границы между науками, это означает, что мы с вами обмениваемся опытом. Мы с вами говорим об определениях, которые мы используем. Мы с вами изобретаем новый язык, который объединяет нас во всем мире. Удивляйтесь. Не забывайте, что наука — это взять бумажку и карандаш и пересчитать, например, парадокс близнецов. Наука — это взять свою кредитную карту, набить ее в интернете и заказать не новые туфли, а, например, заказать антивещество для эксперимента в гараже. Ведь только действуя, только испытывая то, что является фундаментальными ограничениями природы, мы можем понять, что реально, а что нет. Почему в какой-то лаборатории что-то не получилось? Почему может получиться у вас? Это удивительный мир, когда научные открытия случаются каждый день в мире физики, в мире нейробиологии. И мы с вами можем участвовать в этом, даже будучи просто заинтересованными людьми. Мы можем писать ученым, можем задавать вопросы, можем быть активными. И я хочу пожелать вам удач в вашем поиске и пусть те символы, которые вас ведут в жизни, вдохновляют вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...